Финансовая грамотность 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 Это будут кредиты. Я думаю, самое важное. Часто мы обращаемся к кому-то за деньгами, потому что нам необходимо покрыть какие-то важные расходы. И очень часто это банки. Мое отношение к кредитам, в принципе, может быть, для вас покажется вдруг удивительным, но мое отношение к кредитам негативное. Я считаю, что когда ты что-то покупаешь и брать на это определенную сумму денег, а потом ты отдаешь кредиты с процентами и получается определенная переплата. Есть в этом, конечно, большой плюс. Это то, что ты начинаешь пользоваться тем, что ты купил в кредит прямо сейчас, а не копишь на это несколько лет. Но есть и в этом минус. Ты, по сути дела, за эту вещь, так как ты выплачиваешь с процентами, ты платишь намного больше. Поэтому здесь определенные есть и плюсы, и минусы. Но есть один очень важный момент, когда бы я вам посоветовал обращаться к кредитам. Первое. Очень часто у нас в жизни нам нужна какая-то вещь, и мы вдруг видим, что она продается очень дешево. Может быть, кто-то решил купить машину, и кто-то продает бэушную машину, ту, которую мы мечтали, и там в два раза дешевле. Или вдруг какая-то там распродажа хорошая в магазине именно на тот товар, который нам нужен, а денег у нас нет. Вот в этом случае кредиты, они как раз могут становиться намного выгоднее, потому что вы покупаете вещь и сейчас, и вы как раз покупаете ее по очень хорошей цене, которая и оправдает весь этот кредит. Помните, в прошлый раз я вам говорил, что есть такая ставка Центрального банка. Она еще называется ставка рефинансирования, называется процентная ставка. Сейчас она у нас в России 4,25 процента. Это процент, по которой наше государство банкам дает в долг и, соответственно, берет у них. Исходя из этого, вы всегда должны понимать, что если вы берете кредит в банке, он всегда будет выше, чем эта процентная ставка. Потому что если банк взял деньги под 4,25, соответственно, он должен на этом что-то заработать, он дает больше. Как правило, по сложившейся традиции, что ли, или такой определенной экономической ситуации, кредит, по сути дела, он должен быть в два раза больше, чем ставка этого Центробанка. То есть, ну, приблизительно где-то там процентов 9. Вот если вам предлагают не 9 и 19, то знайте, что это очень дорогой кредит, что банки на вас очень бешено зарабатывают. Знаю эту ставку, вы можете себе представлять немного, ну, вот какая должна быть реальная, нормальная, выгодная ставка по кредиту. Соответственно, вклады всегда будут меньше, чем эта ставка. Мы с вами, вот, может быть, удивлялись, если раньше вклады было можно в банк положить под 10 процентов, то сейчас, ну, где-то 3, там, 4 процента. Потому что Центробанк опустил эту ставку, и за счет этого наше государство влияет на экономику. Если она хочет, чтобы вы больше сберегали, поменьше тратили денег, она эту ставку поднимает, соответственно, вам выгодно становятся деньги в банке, ну, класть под проценты. А если она хочет, чтобы вы тратили, чтобы вы потратили все свои деньги, она хочет как-то простимулировать экономику, чтобы все люди бросились в магазин и так далее, то, соответственно, она эту ставку опускает, и кредиты опускаются, становятся товары более доступны, ипотека опускается в цене, люди могут себе купить квартиру и так далее. Вот так работает экономика в идеале. Конечно, в жизни она очень часто дает сбои, но вот примерно это так устроено. Идем дальше. Это вот примерно то, о чем я вам хотел сказать. В каких случаях выгодно брать кредиты? Вы всегда должны помнить, что кредит – это ваша кредитная история. Если у вас в жизни хорошая кредитная история, никто вам большой кредит сразу не даст, вы берете сначала маленький, потом вы его выплачиваете. Вот я так строил свою кредитную историю, и я очень держусь за нее, потому что она у меня идеальная. За счет этого мне банки дают достаточно низкий процент, потому что, как ни странно, современная банкская система – это почти как рынок, там можно торговаться. И когда мне предлагают какие-то кредиты, я даю им свои аргументы, я говорю, у меня идеальная кредитная история, и я требую и настаиваю на том, чтобы вы снизили ваши какие-то проценты для меня в каких-то специальных условиях. Соответственно, когда вы берете кредиты, вы должны понимать, что это ту вещь, которую придется отдавать. И если раньше, во времена рыцарей, слово «рыцарь» – это было, значит, слово «честь», боролись за свое достоинство, то современные реалии нам предлагают это как бы сказать, ну, наша честь, наше доброе имя – это наша кредитная история. По ней и там смотрят, то есть насколько вы честный, насколько вы уважающий себя человек, насколько вы можете отвечать за свои слова, соответственно, выплачивать ваши кредиты. Вот примерно так к вам относятся банки. То есть вы для них приблизительно как рыцари, то есть умеющие держать свое слово или нет. Ну и, соответственно, еще раз я вам напомню, что выгодно брать кредиты, когда есть какие-то скидки на товары, когда есть какое-то хорошее предложение, а если на что-то такое сиюминутное, текущее вы хотите потратить деньги, то, в принципе, лучше на это накопить. Также очень выгодно жилье брать в кредит, то есть кредит на жилье называется ипотека, я думаю, вы все это знаете. Соответственно, когда вы берете жилье в ипотеку, то должны понимать, что это, как правило, очень длинные деньги, да, то есть вы берете их не на год, вы берете их на 20 лет, на 25. И, ну, надо сказать честно, что у нас в России там через 25 лет деньги уже будут совсем другими, и рубль постоянно обесценивается, и, может быть, мы через 20 лет уже, ну, ту сумму, которую будем, ну, сейчас берем, она, может быть, уже будет какая-то незначительная. У меня в жизни есть случай. Один мой сосед в деревне, он в 90-х годах взял кредит на строительство дома. Они строили дом на Бару, и вот в каких моментах бывают выгодны кредиты. Еще раз, вот я вам приведу пример. Он, значит, взял кредит, мужик такой рукастый, работящий, у них родился ребенок, им нужен был дом, вот он кирпичный дом построил на Бару, такой радостный. А, ну, люди в то время, еще в 90-х были немножко так, ну, может быть, более простые, и он как-то, ну, так, молодой был, не сильно о чем-то думал, ну, и он перестал платить кредит, два месяца поплатил, а потом перестал его платить, и, значит, банк ему выдвигает претензии, он где-то полгода не платил, а вот как раз было начало 90-х, когда вот рубль просто падал, падал очень быстро. И банк подает на него в суд, и, соответственно, ну, он говорит, да, без проблем, я выплачу деньги, а рубль тогда уже так сильно упал, что те деньги, которые он брал на строительство дома, он просто пошел и погасил с одной зарплаты, потому что рубль очень сильно обесценился, и эти деньги уже практически ничего не стоили. Сейчас, может быть, конечно, такого не будет, но вот в долгой перспективе, через 20 лет ваша квартира будет, ну, намного дороже, а деньги будут стоить намного дешевле, поэтому здесь это может быть выгодно также. Ну, и, соответственно, то есть, если вы хотите себе что-то купить, а эта вещь постоянно дорожает, 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 то здесь тоже иногда бывает выгодно взять кредит. Другой вопрос, с которым мы часто сталкиваемся, это проценты, которые нам приходится платить за кредит. Вот тут начинается самое веселое. Когда-то банки, ну, просто давали кредит под 15, 20, 30, 40, кому-то даже умудрялись впарить под 100% годовых, и люди брали, не будучи особо вот в этом разбирающимся, а я еще раз подчеркну, то есть всегда смотрите на ставку Центробанка, от нее вот приблизительно для себя реальные кредиты и расписывайте. Сейчас эта ставка очень сильно упала, а еще буквально там три года назад она была 17%, это ставка Центробанка, а сейчас она только 4%. Банки не меценаты, они не заботятся о благосостоянии народа, они заботятся о своем благосостоянии, и единственное, что им от вас надо, чтобы вы вовремя платили те деньги, которые вы взяли, и те проценты, которые они хотят на вас заработать. Соответственно, сейчас у нас нет государственных банков, которые будут заниматься какой-то благотворительностью, раздавать людям деньги бесплатно, каждый банк хочет заработать. И так как вот эта процентная ставка стала сейчас 4%, она стала очень маленькая, банки придумывают, ну а как вот еще, ну, чтобы не сильно повышая проценты, но еще и хорошо на вас заработать. И начинают придумывать всякие страховки, различные дополнительные выплаты, ну, могут даже навязать какую-то, ну, дополнительную плату, которая как бы не является процентом, ну, там, за обслуживание счета или за еще что-то. Это все нужно включать, потому что понимать, что это, грубо говоря, просто по-другому названы те проценты, которые вы платите банку. У меня был один случай, здесь из церкви ко мне обратилась одна девушка, точнее, не ко мне, а к моей жене. Она купила в телефон, говорит, вот выгодно так купила телефон, вот пришла в магазин, у меня сломался мой, срочно нужно было, и телефон там, по-моему, стоил тысяч 10, что ли. Говорит, вот так хорошо, мне тут предложили кредит, надо платить там, не помню сколько там, всего лишь там 2000 в месяц, и вот под очень хороший процент мне предложили всего лишь там, ну, там, 10% годовых, допустим, сейчас я точно уже не вспомню. Ну, а у меня немного математический склад ума, я так быстренько сложил, думаю, ну, не может там получаться 10%, потому что какая-то безумная переплата. Я говорю, принеси мне, пожалуйста, договор, я почитаю. Она, значит, приносит, я читаю, у меня просто глаза на лоб лезут, потому что когда вы оформляете кредит вот не просто в банке, а в магазине на какую-то покупку, вы должны понимать, что менеджер, который перед вами сидит, он великолепный психолог, и он смотрит на вас как на очередную жертву. И там уже зарабатывает на вас не только банк, но еще и этот магазин, и пытаются всунуть вам все то, что только можно. И я смотрю, телефон 10 тысяч, да, там процентная ставка 10%, но там еще страховка 5 тысяч, и включили ей консультация специалиста по покупке 8 тысяч рублей. Я просто уделяю, то есть телефон, и получился ей там 18-23 тысячи, и какие-то безумные, ну, деньги, хотя вот телефон можно было купить за 10, но когда тебе его предлагают в кредит, ты вот эту сумму как бы не видишь, которую ты платишь, ты думаешь, ну, я вот всего лишь по 2 тысячи буду платить. Поэтому всегда читайте договор, и я вам сейчас предложу одну небольшую формулу, может быть, кому-то она пригодится, может быть, кому-то нет. Ну, вот вы просто имеете ее в виду, что когда, если что-то вам, вот так в жизни случится, что вам придется что-то покупать в кредит, чтобы вы реально могли быстро для себя, вот, ну, так вот в уме посчитать и понять, сколько реально вот вы будете переплачивать. Когда вам нужно что-то купить, всегда скажите, дайте мне, пожалуйста, график платежей. Вот любой кредит, когда я беру, вот, вот, листочек дайте, пожалуйста, вот график платежей, который я буду платить. Если вам не дают, говорят, ну, вот, там, каждый месяц будет по-разному, так далее, знаете, на вас очень сильно накручивают. Когда вы видите перед собой график платежей, каждый месяц я буду платить определенную сумму. Тогда вы сможете посчитать, сколько вы переплачиваете. Вот давайте, ну, предположим, что вы покупаете себе, ну, возьмем что-нибудь глобальное, автомобиль. У меня недавно знакомые, тоже в деревне, построили там дом, отсюда из города уехали, ну, и стала проблема, что нужен автомобиль. Соответственно, все деньги вбухали в дом, денег на машину нет, купили машину в кредит. А сейчас машина очень сильно дорожает, вот они бегали, выбирали. Ну, и как-то так они сошлись, что взяли кредит и за миллион купили машину. Вот, ну, вот, говорит, хорошая такая процентная ставка нам там предложили, 9 процентов. Я говорю, а какая у вас сумма, ну, в месяц вы платите? 23 тысячи. Ну, и вот я им тогда быстренько посчитал, сколько, ну, реальная процентная ставка. И, соответственно, вот на этом примере я вам могу показать. Вот если, допустим, они берут миллион, и у них 23 тысячи платеж в месяц, там, ну, взяли они на 5 лет. Вот, чтобы вам понять реально, сколько вы будете платить в банку, в процентном выражении, вы берете вот этот платеж, 23 тысячи, и умножаете на количество месяцев, которые вы будете платить. Ну, 5 лет – это сколько месяцев? 60. Соответственно, 23 тысячи вы умножаете на 60, это получается миллион 380. И из него вы читаете сумму, ну, самого кредита, который вы взяли. То есть у вас получится переплата 380 тысяч. Вот вы за все эти 5 лет, вы переплатите 380 тысяч. Теперь как понять, вот сколько это будет процентов? То есть вы эту сумму 380 тысяч делите на миллион, то есть на саму сумму кредита, у вас получается 0,38 или 38 процентов. То есть вот эта сумма переплаты составляет 38 процентов. Теперь вы делите ее на половину срока. Почему на половину, а не на весь? Потому что вы же начинаете выплачивать с первого месяца, то есть вы не должны все деньги отдать в конце срока, через 5 лет, а вы начинаете с первого месяца выплачивать, выплачивать, выплачивать. Поэтому берем усредненное, и, соответственно, это получается от 5 лет усредненное – это сколько? 2,5 года. И, соответственно, 38 процентов вы делите на 2,5 года, получается 15,2 процента. Вот это вот примерная формула. Там могут быть какие-то вот… Ну, эту формулу я сам для себя разрабатывал. Она не вот прямо точная с долями. Ну, вот плюс-минус 1 процент, но вот это вот точно она вам покажет проценты, которые вы платите в реальности. Ну, может быть, здесь, если уже потом по математике сидеть и точно высчитывать, там получится не 15,2, там 14,9 или 15,4. Ну, вот примерно она показывает реальную ставку. Соответственно, я им говорю, ну, вот смотри, у тебя получается 15,2. Да нет, в договоре написано 9. Я говорю, хорошо, давай читать. Мы берем договор, начинаем читать, и там пошел мелкий текст. Вот так и так, там первый год действует такая-то ставка, потом она действует такая-то, да-да-да. Ну, и, соответственно, они говорят, ух, какая хорошая формула. И вот я ее для себя решил как бы запомнить, и вы можете для себя ее тоже записать. А лучше всего, ну, вы просто, как бы сказать, себе вот имеете в виду определенную сумму, которая вам может пригодиться, и определенный платеж, что вот, ну, условно говоря, если мне нужен миллион, то вот, если 23 тысячи, это значит 15 процентов. Ну, если 20 тысяч, это значит где-то там процентов 10 будет. Ну, вот, и вот вы для себя как бы вот эти вот цифры просто в голове держите, когда вам куда-то нужно будет обращаться. Вот. Второй вопрос, который я хотел разобрать, и очень часто спрашивают, вот, если я взял кредит, и мне нужно, ну, накопил я определенную сумму денег, и хочу досрочное погашение сделать. Но не полностью, а только вот частичное. Я всегда советую, всегда уменьшайте не срок, вернее, уменьшайте не сумму кредита, а его срок. То есть очень часто банки предлагают, ну, вот ты сейчас погаси, у тебя 5 лет так же останется, но ты будешь платить там в месяц, например, не 10 тысяч, а 8. Это как бы вам выгодно, но вы должны понимать, что, в принципе, вот на этот срок проценты у банка останутся. А если вы накопили определенную сумму денег свыше, которую вы погасили кредит, то, соответственно, ну, 10 тысяч у вас дальше так же и будет, и вам гораздо удобнее, и меньше вы заплатите процентов, а если вы скажете, нет, я буду платить 10 процентов, но только уже, 10 тысяч, но только уже не 5 лет, а 4 года, чтобы сокращали срок. Вот это тоже очень интересный момент, на котором часто банки пытаются нажиться, они предлагают вам меньше платеж делать, хотя проценты там остаются такие же, и просто на самом деле он еще больше зарабатывает. По кредитам очень много нюансов, особенно сейчас, и я вам сказал вот такой вот очень важный момент, что всегда помните. Сейчас банки, вот что бы они ни писали в рекламе, а я сейчас просто смотрю по телевизору, просто вот поражаюсь, столько рекламы стало, и в интернете, и в телевизоре, и вот все у банков, у банков, у банков. Они предлагают кредиты, уже тут полгода назад предлагали везде, там были в билборде, и все висело там 10 процентов, сейчас уже предлагают 8. На самом деле 7 там у кого-то, там смотришь 6, 5, кто-то вообще предлагает бесплатно по картам различные кредиты, что ты вот возьмешь, и ты ничего не заплатишь. Вы должны понимать, что банк, он не меценат, он хочет заработать, и банкиры, они хотят зарабатывать на самом деле сейчас все больше и больше, но без вас они заработать не смогут, поэтому всегда, ну когда вам что-то предлагают, не надо сразу кидаться, о да, давайте. У нас сейчас рынок, у нас сейчас базар, торгуйтесь, говорите, предложите выгодные условия, на самом деле это можно, на самом деле банки на это идут, хотя, ну, вам не будут об этом говорить, и всегда, ну, пытайтесь понять, на чем, вот я в прошлой вам лекции говорил, задавайте всегда вопрос, если это так выгодно, на чем зарабатывает банк, на чем зарабатывают эти люди, если практически без процентов, значит, где-то там будет страховка, от которой там половину банк будет иметь себе, значит, какие-то будут деньги за обслуживание счета, и все вот это вот вам нужно сложить, по той формуле, по которой я вам чуть ранее показал, соответственно, иногда бывает выгоднее взять кредит за, например, там 14 процентов годовых, но без всяких страховок, без всяких дополнительных обслуживаний, а чем взять за 7 процентов, но вот со всеми этими дополнительными, сумма ежемесячного платежа будет намного больше, у меня одна соседка здесь в городе купила себе машину, самую-самую простенькую такую, Deo Nexia, по-моему, она называлась, это было несколько лет назад, а, ну, женщина уже такого предпенсионного возраста, и сразу было видно, что в автосалоне ее всегда захотят обмануть, и мы попросили ее, ну, вот во сколько вам вышла машина, она говорит, она вышла в 800 тысяч, я смотрю, ну, в то время они стоили около 400-500, я говорю, а как так, ну, вот мне предложили дополнительно там еще страховку, вот сказали, что, а она хотела купить в кредит, сказали, что вот если я покупаю в кредит, то мне нужно обязательно там купить зимние колеса именно у них, что мне нужно обязательно купить программу помощи менеджера на дорогах, если я хочу взять в кредит и так далее, и вот ей, соответственно, еще 300 тысяч вот этих вот дополнительных услуг, автосалон просто насчитал для того, чтобы дать ей кредит. Вы должны помнить один очень важный момент, государство, оно в принципе о людях заботится, и сейчас у нас приняты такие законы, что если вы хотите взять кредит, то банки не имеют права навязывать вам какие-то дополнительные условия, то есть там страховка или какой-то дополнительный обслуженный счет, или какой-то там платный вам менеджер, законодательно это запрещено, по закону вы имеете право от этого отказаться. Другое дело, что да, банки будут там отнекиваться, и значит просить, что ну вот мы так не можем, будут вам вот упираться так, что вам же это выгодно, это для вашего же блага, поймите раз и навсегда, для вашего блага банк перед вами вот так вот распинаться не будет, он всегда будет распинаться только для своего собственного блага. Это то, что касательно кредитов. Соответственно, если какие-то потом вопросы будут у вас относительно кредитов, я вот очень многим людям помогаю разобраться со всеми вот этими процентами, потому что банки каждый раз придумывают что-то новое, каждый год какое-то новое изобретение, как вот дополнительно что-то прибавить, на чем зарабатывать, потому что их тоже можно понять. Они хотят на вас заработать, это их работа, это их профессия. Соответственно, вам тоже нужно держать ухо всегда востро, и вот пользуйтесь второй формулой, которую я вам предложил, всегда смотрите на тот платеж, который у вас будет. Какую бы вам процентную ставку не писали, всегда смотрите, сколько денег в реальности вам придется платить каждый месяц. Это то, что касательно кредитов, то, что касательно различных карт. Давайте сейчас с вами коснемся. У кого из вас есть кредитные карточки? У некоторых есть. А по ним постоянно звонят банки, постоянно предлагают. Всегда помните один очень важный момент. Кредит по карте всегда дороже, чем обычный кредит, который вы берете. Вот это вот правило, правило экономики, которое в Америке уже там было на протяжении 100 лет, к нам оно сейчас приходит, но это вот незыблемое правило. Поэтому по карте кредиты всегда старайтесь не брать. Единственное, чем выгодно бывает кредитная карта, она предлагает определенный беспроцентный период. Его дают в надежде вам, что вы забудете про него и просрочите, и тогда сразу начислятся проценты. За этим всегда следите. И очень часто по картам предлагают кэшбэк. Слышали, наверное, про такое, да? То, что ты будешь тратить деньги по карте, а там, например, 1% от твоих покупок тебе вернется на твою карту. Опять кажется, какая-то благотворительность. То есть банк тебе вот добровольно дает деньги. На самом деле это не так. И я вам расскажу, откуда берется вот этот 1%, который там вам дарит на кэшбэк, или может быть где-то больше. Вашей карты вы расплачиваетесь в магазине. И получается определенная цепочка. Покупатель, банк, магазин. То есть вы расплачиваетесь картой, а банк со своей карты передает деньги магазину. Так вот, вам нужно понять, что банк не делает это бесплатно. На самом деле, может быть, вы удивитесь, если вы сталкивались, что многие магазины или какие-то там небольшие ларечки отказываются принимать карты, то это вот почему. Банк, когда вот проводит платеж по карте, он удерживает процент с магазина. Вот за эту услугу, за эту операцию, то, что вот банк безналично так проводит этот платеж ваш магазин, банк как посредник за счет того, что у него карта, он берет от 2 до 3% с магазина. То есть если вы пришли, ну, куда-то в Ашан или в какой-то магазин за покупками, и вы оплатили картой, там, например, 1000 рублей, то банк возьмет себе процент за этот платеж с магазина, ну, сколько там получается, если 2%, то 20 рублей. И, соответственно, с вашей тысячи магазину уже достанется только 980, а 20 банк возьмет себе в качестве процентов. Соответственно, банку, это называется банковское обслуживание для юридических лиц, для магазинов и так далее. Соответственно, банку очень выгодно, чтобы вы платили картами. Он на этом зарабатывает. Если сейчас банку становится очень трудно зарабатывать на вкладах, на кредитах, то сейчас они все больше и больше переключаются вот именно на это, на карты. Им очень выгодно, и они готовы вам платить 1% возврата, потому что с магазина они все равно получат 2, и все равно у них будет определенная очень хорошая выгода. Пользоваться или нет такой возможностью кэшбэка, получения денег обратно на карту, вы решаете уже сами, а я, главное, моя задача была показать вам, как это работает. Но к этому мы чуть попозже вернемся. Соответственно, еще хотел сказать несколько слов вам про вклады. Про вклады и про валюту. Значит, вклады в банках сейчас, ну, очень маленькие проценты даются, поэтому, пожалуйста, не ведитесь на те банки, которые предлагают там проценты больше 8% в год. Больше 7, больше 8. Здесь уже что-то может быть нечисто, потому что чисто экономически банку это будет очень невыгодно. И всегда помните, что сумма, если вы делаете какой-то вклад в банки, застрахованная сумма, которая государство гарантирует вам, что вам вернется, если банк лопнет, это 1 миллион 400 тысяч. Никогда не держите, даже в самых надежных банках, больше этой суммы. То есть, если вы хотите положить деньги в банк больше, чем 1 миллион 400 тысяч, лучше положите в два разных банка. Потому что государство до 1 миллиона 400 тысяч гарантирует возврат денег. И при том, если вы будете деньги класть на вклады в банк, всегда смотрите договор. Обязательно там должно быть написано, что это вклад. Сейчас очень многие банки, особенно какие-то малоизвестные, они предлагают достаточно большие проценты, но очень сильно хитрят. Это вот знаете как, вот есть молоко, а есть молочный продукт. Сталкивались, наверное, с этим. Сыр есть, есть сырный продукт. Вот, начинаешь состав смотреть, в сыре там пальмовое масло, и поэтому он называется сырный продукт. Вот то же самое в банке, вот знаете, прямо один в один во многих банках есть банковские продукты. Есть вклад, а есть договор доверительного управления. Или, например, там договор использования денежных средств клиента, так далее. То есть, напридумывали сейчас много таких различных продуктов, по которым банк не несет ответственности перед вами. Вот всегда смотрите, если вы хотите надежности, чтобы был написан вклад, если будет написан какой-нибудь там договор доверительного управления, то вот это уже не вклад, это просто по-другому названо, и, соответственно, государство вот по таким фикциям вам не гарантирует возврат денег из банка. То есть, скажешь, ну вот вы сами там заключили договор доверительного управления, это не вклад. Поэтому всегда смотрите, вот здесь вот очень такой, очень-очень важный вот этот момент. Это что касательно банков. Почему они на все это идут? Потому что сейчас на самом деле им стало очень трудно зарабатывать деньги. Ну, реально у людей стало денег меньше. Это во-первых. А во-вторых, аппетиты у банков стали намного больше. То есть, они очень сильно развелись, они подмяли под себя многие сферы. К вашему сведению, вот, например, если мы возьмем тройку самых крупнейших банков, я думаю, вы все представите, что это за банки. Их прибыль вот в прошлый кризисный год, когда мы все сидели там на самоизоляции, многие лишились работы, у многих не было денег, у банков прибыль, если не ошибаюсь, выросла приблизительно на 30% за то время. Выросла. То есть, аппетиты, вы поймите, их растут, и здесь нужно очень держать ухо востро в этом отношении всегда. Сейчас на что будут делать большой акцент многие банки? Они сейчас переключаются. Им уже становится невыгодно обслуживать вас как вкладчиков, как кредитозаемщиков. На этом уже таких больших денег, как раньше, сейчас уже очень сложно заработать, потому что люди все меньше берут денег, со вкладов люди деньги забирают, потому что там маленький процент, если не ошибаюсь, за прошлый год было забрато из банков в России около 2 триллионов рублей. То есть, наши с вами граждане забрали эти деньги, потому что они не видят, но они видят, что инфляция гораздо меньше, гораздо больше, чем те деньги, которые у них лежат в банке, они просто бесцениваются. И сейчас банки очень сильно переключаются на биржевую торговлю. Я думаю, что многим из вас предлагали, особенно из молодежи, некоторые молодые ребята, девушки обращались ко мне, чтобы помочь разобраться. Вот предлагают деньги сейчас складывать на биржу в акции. Банкам сейчас это очень выгодно, потому что на самом деле купить акции и держать их как какие-нибудь акции Газпрома и акции Роснефти достаточно выгодно. По ним платятся выплаты, дивиденды, каждый год можно получать. И на самом деле во всем мире люди себе складывают пенсию как раз из этого. То есть, если у нас еще есть советская пенсионная система, когда мы просто отчисляем деньги и нам определенное гарантируется какая-то минимальная денежка на пенсии, то во всем мире люди привыкли сами о себе заботиться и с детства и с детства они начинают откладывать какую-то денежку, покупают на эти деньги определенные надежные акции, которые вот каждый год платят дивиденды, из этого там формируется их пенсия. Мое личное мнение, ну вот что бы ни говорили, как бы вот у нас в России дела не шли, население стареет, пенсии приходится платить все сложнее и сложнее, я думаю, что кто-то уже попал тоже из вас под пенсионную эту реформу, которая у нас недавно была, все равно вот к этому придет, что государство скажет со временем, может быть не завтра, может быть там через 5, через 10, через 20 лет, но оно скажет, ребятишки, давайте себе о пенсии заботитесь сами. То есть в том, чтобы в какие-то вот свои накопления вкладывать в акции нет ничего страшного, это, ну, весь мир так живет, потому что компания работает, да, и вы как ее маленький-маленький акционер, но имеете с нее небольшую денежку. Но здесь про акции можно говорить, наверное, годами и часами, это моя любимая тема, я много лет в ней разбирался, в какие выгодны акции вкладываться, в какие нет. Хочу вот сейчас в заключении вам сказать, вот, может быть мы когда-то в дальнейшем, в будущем вот всех этих рынков коснемся особо, но сейчас я хотел бы сказать вам главные азы, да, именно про банки. То есть акции вы сами купить не можете, вы должны принести деньги в какой-то банк, и банк выступает для вас, это называется брокером, то есть проводником, и он вам дает доступ на бирже, на которой вы можете купить, соответственно, эти акции. И сейчас вот идет бешеная реклама, что банки зазывают, зазывают, зазывают людей вкладывать деньги на биржу, и как-то вот, ну, кажется, ну, опять-таки, банки как благотворители, вот они вас просто приглашают туда вкладывать деньги. На самом деле нет, когда вы кладете деньги на биржу и покупаете акции, то вы должны помнить, что за каждое там действие, вот у вас как с карточки снимается процентик. Если вы купили акции, например, ну, там маленький, но если учесть, что каждый человек там будет, то банки, опять-таки, очень хорошо на этом заработают. может быть, это вот будет важно для людей среднего возраста, но всех я хочу предупредить. Вот, когда вам банки будут предлагать относительно акций, относительно торговли на бирже, будьте очень-очень внимательны и аккуратны. И, может быть, вот главный принцип, который я бы хотел вам предложить, если вы хотите купить акции, всегда смотрите на три параметра. Какие эти акции дают дивиденды, какая у них надежность и какая у них стоимость. Что я понимаю под понятием стоимость? Эти акции могут сейчас стоить, ну, очень дорого. Вы знаете, наверное, все, вот есть такая Яндекс, кто слышал? Все, наверное, слышали, да? Это считается, ну, как бы сказать, вот, изюминка России. Это такая большая, не вот просто там нефтяная компания, а именно такая очень развитая, очень интеллектуальная, на высоких технологиях основанная компания. И именно она российская, наша, Яндекс, вот, придуманная нашими российскими гражданами. И сейчас очень выгодно вкладывать деньги в акции именно этой компании. Но нужно понять, что, первое, ее акции за последний год выросли почти в три раза и она вообще не платит никаких дивидендов. Это просто, вот, ну, модное. Хотя можно купить какие-то немодные акции, но по ним, там, пять или десять процентов в год компании платят проценты. Вот, вот всегда на это обращайте внимание, если вас затащат на биржевой рынок. Смотрите всегда, чтобы у них была надежность, чтобы у них хорошие дивиденды платились и была недорогая стоимость. есть такой принцип, когда на каждом углу дворники говорят, что надо покупать акции, это значит, их надо продавать. То есть, если вы хотите себе вот, ну, обеспечить определенную отсутствие финансовых проблем, всегда запомните один очень важный принцип. Всему свое время, да, как говорил Соломон, всему свое время, время разбрасывать камни, время собирать. Вот, если сейчас Центробанк сделал очень низкую процентную ставку, значит, сейчас выгодно купить квартиру, например, в ипотеку. Да, сейчас это выгодно. Вот, соответственно, если случится какой-то кризис, как у нас был в прошлом году, когда в марте или в апреле, все, наверное, слышали, да, там и нефть очень сильно в минус рухнула, и все, и все акции очень сильно рухнули. Вот тогда выгодно было покупать акции. Сейчас они все очень дороги, ну, сейчас, соответственно, выгодно их продавать. Вы всегда должны помнить, что это рынок. Это рынок, на котором, ну, и в банках, и в кредитах, и в биржах, это рынок, где с вами торгуются. Когда ты приходишь на рынок, ты покупатель, но всегда есть продавец. И если ты выгодно купил, значит, продавец невыгодно продал. И, соответственно, если ты выгодно продал, значит, кто-то невыгодно купил. Вот всегда есть вот это вот, ну, встречное, что ли, встречный интерес. Также помните, вот во всех тех финансовых вопросах, которые у вас будут, если вы думаете, что вы там, например, дешево купили акции, вы всегда помните, что кто-то их продал. И, скорее всего, вам продали или какие-то крупные финансовые институты, которые играют на биржах. Поэтому с биржами не буду сейчас очень глубоко ударяться вот во все эти технологии, но всегда будьте очень осторожны. Если вы хотите вложить, ну, себе на пенсию и тогда, или купить акции, то дождитесь того момента, когда они будут во время какого-то кризиса низко стоить, тогда купите себе и положите их, пусть лежат до пенсии. Я знаю некоторых своих знакомых, они лет, наверное, 10-20, там стоимость акции была вообще совсем копеечная, вложили там деньги от продажи квартиры и сейчас на эти деньги просто живут хорошо, как на пенсии, потому что получают хорошие дивиденды. Но это очень такой частный вопрос, поэтому всегда вам нужно ну, очень внимательно к этим быть. Я еще в прошлой лекции говорил, если вот в финансах вас затаскивают в какой-то инструмент, главная задача изучите этот вопрос. Хотите купить акции Газпрома? Изучите эту компанию. Ну, и, соответственно, хотите взять кредит в банке, изучите этот банк. И последнее, на чем я хотел бы уделить несколько минут, задавали некоторые вопросы после прошлой передачи про валюту, то есть в чем хранить деньги и так далее. Ну, естественно, вам маленький, простой, я приведу пример, без какой-либо агитации, без каких-то либо намеков. Наше государство в чем хранит свои запасы? В золоте и валюте. Оно не хранит все свои запасы в рублях. Вот вам ответ. Это наше государство. Соответственно, ну, вы должны помнить, что если вы не храните ваши деньги в валюте, валюта не приносит дивидендов, оно не дает процентов, и, ну, если вы посчитаете, на самом деле, ну, вы в этом просто сохраните деньги, но в этом вы ничего не зарабатываете. И еще мне задавали вопрос, то есть, когда, вот я, например, продаю квартиру, то есть, ну, откуда у людей образуются определенные излишки денег, когда вот ты продал квартиру, доставшуюся от родственников, или какие-то, ну, машину, или еще что-то, какой-то, может быть, недвижимость, спрашивают, спрашивали меня, можно ли продавать в валюте, чтобы, ну, сохранить деньги. Вы должны понять один очень важный момент. на территории Российской Федерации законодательно запрещено рассчитываться какими-либо деньгами, кроме рублей. То есть, это законодательно. Если вы хотите с кем-то, ну, рассчитаться в долларах, то далее, то есть, это будет незаконно, вы имеете право рассчитаться только в рублях. Не важно, где, в магазине, при какой-то сделке, при какой-то покупке и так далее. Но никто вам не мешает потом деньги хранить в рублях. Соответственно, если вы продаете квартиру, в договоре нельзя написать, я ее продаю за столько-то евро. То есть, в договоре можно прописать только в рублях. Ну, и, соответственно, потом вы просто можете эти деньги перевести в евро или в чем вы хотите хранить, или в рублях, и так далее, или в долларах. Но всегда помните, что когда, например, если вы продаете квартиру или еще что-то очень важный момент, ну, чтобы вам не подсунули поддельные евро или доллары, потому что даже немногие из нас знают, как они выглядят. Есть очень здесь сейчас ну, отработанная достаточно ситуация, проблем здесь не может возникнуть, потому что, если вы оформляете это у нотариуса, при любой крупной покупке не пожалейте деньги, чтобы заплатить. Это небольшая сумма будет, чтобы заплатить нотариусу, потому что нотариус будет полностью отвечать за эту сделку, в том числе включая даже передачу денег. Вот в прошлом году я покупал земельный участок, и мы оформляли это у нотариуса, так там мы с покупателем, вот прямо у нотариуса он дал машинку, он заставил проверить все деньги на их подлинность и так далее, и только после этого он подписал значит все бумаги, соответственно, так как он несет полностью ответственность за эту сделку. вот в таких каких-то крупных покупках сейчас очень, очень сильно, особенно вот с прошлого года, где-то с лета, так как у меня есть свой собственный розничный магазин, где мы продаем, и мы даже с этим столкнулись, очень много стало ходить в фальшивых денег, очень сильно, ну так как, когда кризис в стране, всегда активизируются мошенники, вот очень сильно активизировались фальшивомонетчики, и к нам даже приходили сотрудники милиции, приносили определенные, ну как бы сказать, инструкции, что ли, я имел с ним беседу, они прямо вот рассказывали, то есть сейчас и в Нижнем, и вот здесь по центральной России очень много пятитысячных и тысячных купюр пытаются распространять мошенники, и мы с этим часто сталкиваемся, поэтому если у вас какая-то большая покупка, обязательно там в присутствии нотариуса проверяйте деньги. Ну и, наверное, на чем я хотел бы сегодня закончить, для чего мы все это говорили, всегда помните, что ваши деньги это ваше время, и то, что сейчас мы здесь с вами говорим и обсуждаем, главная задача это сэкономить ваше время и сэкономить ваши нервы, потому что когда мы попадаем в какие-то финансовые передраги, это в первую очередь страдает наша нервную систему. Моя главная задача была помочь вам сохранить здесь ваши нервы и ваши денежные средства, и в конце я вам приведу небольшой пример, то есть для чего мы это говорим, я бы очень хотел всех вас как-то помочь вот разобраться в этой сфере, чтобы ваши деньги не просто лежали, а приумножались как-то, ну, копились, и в этом вам нужно понять, что нет ничего плохого, даже с точки зрения духовной, библейской, в том плане, вот представьте, что, ну, есть человек, ну, молодой, к нему обращаются за помощью, ну, какой-то вот необходимый, и так далее, он многим людям говорит, ну, у меня сейчас нет денег, у меня сейчас нет денег, на самом деле, вот он экономит каждую копейку, вкладывает их в свое дело, и через несколько лет у него это дело развелось, и, соответственно, он уже получает достаточно большую прибыль из тех денег, которые вот он экономил, каждую копейку вкладывал, и он уже может помогать людям намного больше, и даже, ну, может быть, это будет так некрасиво сказано, даже десятина его уже будет намного больше, которую он будет отдавать Богу, и, соответственно, вот здесь вот всегда помните, что ваше финансовое развитие, оно очень важно в первую очередь для вас самих, для ваших ближних, которым вы можете помогать, для вашего душевного спокойствия, и, ну, для вашей дальнейшей жизни, но это так вот уже как бы общее обобщение, хочу вас поблагодарить за сегодняшнее время, которое вы провели со мной, всегда помните, что ваше время это ваши деньги, и ваши деньги, это, соответственно, ваше потраченное время. Благодарю вас, если будут какие-то вопросы, вы всегда можете их задавать. подчеркнуть. Спасибо.